Итак, всем доброго времени суток. Для тех, кто услышит меня впервые, представлюсь. Меня зовут Александр, я являюсь одним из сотрудников редакции группы канала Биржевик. Помогаю Михайловичу озвучивать некоторые ролики на YouTube-канале. Перед началом озвучу дисклеймер. Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной рекомендацией, носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение, либо рекомендация к покупке или продаже какого-либо актива. Итак, сегодня начнем наш обзор с компании Econom Leasing. Последний обзор мы делали аж в марте 2021 года. Пора обновить обзор, посмотреть, что изменилось в компании и стоит ли покупать их облигации сегодня. Напомним, что Emittent представляет собой универсальную лизиковую компанию, в портфеле которой более 15 видов оборудования, где преобладают строительная и дорожно-строительная техника, а также легковой и грузовой автотранспорт. Порядка 90% клиентов компании являются предприятиями малого и среднего бизнеса. Главной офис компании расположен в Саратове, обособленные подразделения в Волгограде, Пензе, Самаре, Воронеже и Москве. На данный момент у Emittent всего два облигационных выпуска, выпуск которому осталось менее полугода до погашения мы рассматривать не будем, это слишком мало. Плюс у второго более интересная текущая стоимость облигаций. Тогда перейдем к характеристикам облигации. Номинал облигации эконом-лизинг третьего выпуска составляет 1000 рублей, то есть это минимальная цена покупки одной облигации. Сейчас же стоимость составляет 931 рубль 80 копеек, или же 93 седлах 18 сотых от номинала, то есть это та цена, по которой может купить облигация именно сегодня. Дата погашения назначена на 18 апреля 2024 года, оферта не назначена. Текущая доходность составляет 17,87%, купон равен 28 рублям 67 копеек, а с выплатами раз в 91 день, то есть раз в 3 месяца. Размещены облигации на московской бирже с третьим уровнем листинга, то есть уровнем надежности. Другими словами, компания из сектора ВДО, высокодоходные облигации. Дюрация составляет 507 дней. По вопросу ликвидности здесь денежный оборот среди покупателей-братовцов по нашим наблюдениям варьируется от 100 тысяч рублей до 1 миллиона и иногда более, поэтому возможны некоторые проблемы с покупкой или продажей позиций, но не столь существенные. Влатильность, к слову, выше 7%, это редко, что можно рассматривать как и плюсом и минусом, смотря каким образом вы торгуете. Посмотрим на финансовые показатели компании, на два отчета за 2021 год и за первый полугодие 2022 года. Оба отчета в формате РСБУ, то есть по российским стандартам бухгалтерской отчетности, то есть по российским стандартам бухгалтерского учета. В 2021 году в сравнении с 2020 выручка компании выросла на 40% с 120 миллионов до 866 миллионов рублей. Чистая прибыль выросла на 16% с 14 до 16 миллионов. В первом полугодии 2022 года в сравнении с первым полугодием 2021 года выручка снизилась на 18% с 224 до 184 миллионов рублей, а чистая прибыль выросла на 97% почти в два раза с 2,3 до 4,5 миллионов рублей. Что касается кредитного рейтинга и кредитной нагрузки компании, то 19 августа 2022 года было последнее обновление рейтинга от рейтингового агентства ExpertEra. Рейтинг был присвоен на уровне RUBB+, со стабильным прогнозом. На всякий случай уточним, рейтинг RUBB+, находится вверху сектора рейтингов BB, означает умеренно низкий уровень кредитспособности, финансовой надежности, финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. А также присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. Агентство объясняет текущий рейтинг компании слабыми конкурентными позициями, удовлетворительным уровнем достаточности капитала, невысокой рентабельностью, адекватным качеством лизингового портфеля и профилем фондирования, приемлемой позицию по ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления. Оценки долговой нагрузки компании на этот раз нету, только небольшой комментарий от ExpertEra о том, что коэффициент долговой нагрузки вырос с 5,1 до 5,8 пунктов за период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года. Из этого мы делаем вывод, что, скорее всего, долговая нагрузка доходится на довольно высоких уровнях и это редко когда можно назвать чем-то позитивным. Подводя итоги обзора, на наш субъективный взгляд, облигации эмитента довольно хорошо вписываются в понимание рынка ВДО, то есть высокодоходных облигаций. Другими словами, большая доходность зачастую тянет за собой большие риски. В целом, облигации компании осматривают под вложение возможно, если вы хотите добавить облигации лизинговой компании в ваш портфель. Но, как говорится, осторожно. Наша редакция в данном случае не стала бы выделять более 1 или 1,5% от капитала. Если же вы уже держите облигации на компании в большем проценте от капитала, то мы вам рекомендуем дождаться в облигации отчета за 9 месяцев 2022 года. Если же показатели будут растущие, то в целом позицию сокращать не обязательно. Если же экономические показатели компании в отчете за 9 месяцев будут падать, то, возможно, если у вас большой процент от капитала в облигации данной компании, то следует его сократить в рамках сохранения риск-менеджмента. Но, опять же, решение за вами. Напомним, что облигация довольно волатильна в цене, что позволяет совершать короткие сделки с целью заработка на изменении курсовой стоимости бумаг. Но не забывайте о довольно невысокой ликвидности, иначе можно попасть в просаг. Наша редакция не рекомендует на одну компанию в институтном портфеле выделять более 3 или 5% от капитала на уверенные компании и более 1 или 2% от капитала на более рисковые активы. В данном случае это как раз является рисковым активом. Второй компанией на обзоре у нас будет компания «Инарктика». Ранее называлась компания «Русская аквакультура». В последний раз мы обозревали их облигации в декабре 2021 года. Пошел почти что год. Обновим обзор, посмотрим, что изменилось. Напомним, что «Инарктика» или «Русская аквакультура» это группа компаний, включающая в себя предприятия, специализирующиеся на выращивании Атлантического лосося, а также морской и озерной форели. Зона разведения сосредоточена в Мурманской области и Карелии. Доставка продукции осуществляется преимущественно на рынке Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В данном случае облигационный выпуск у компании всего один. Его номинал 1000 рублей, то есть это минимальная цена покупки одной облигации. На сегодняшний день облигация стоит 993 рубля или же 99,30% от номинала. За последние пару дней даже немножко выросла в цене, так как на момент текстового обзора стоила 986 рублей. Дата погашения назначена на 6 марта 2024 года. Текущая доходность составляет 10,30%. Купон равен 47 рублям 37 копейкам с выплатами раз в 182 дня, то есть раз в полгода. Размещена облигация на московской бирже со вторым уровнем листинга, то есть со вторым уровнем надежности облигаций. Дюрация составляет 478 дней. Ликвидность, то есть денежный оборот среди покупателей и продавцов. Здесь довольно крупный, как правило от 1 до 7 и более миллионов рублей в день, поэтому скорее всего проблем с покупкой и продажей позиций не возникнет. Волатильность же в цене, как правило, в диапазоне 2%. Также рассмотрим два отчета за 2021 год и за первое полугодие 2022 года. Оба отчета также в формате РСБУ, то есть по российским стандартам бухгалтерского учета. В 2021 году в сравнении с 2020 выручка снизилась на 4,3% в числовом выражении почти с 3 до 2,8 миллиардов рублей, а чистая прибыль снизилась на 5,4% в числовом выражении с 2,8 до 2,7 миллиардов рублей. В первом полугодии 2022 года в сравнении с первым полугодием 2021 года выручка выросла на 185% с 850 миллионов до 2,4 миллиардов рублей. Чистая прибыль выросла на 208% в числовом выражении с 755 миллионов до 2,3 миллиардов рублей. По поводу кредитных рейтингов и кредитного груза компании, 28 сентября 2022 года, почти месяц назад, рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне А- со стабильным прогнозом. На всякий случай поясним, что рейтинг А- находится в секторе рейтингов А, означает умеренно высокий уровень кредитспособности по сравнению с другими рейтинговыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации. Однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в Российской Федерации. Сам кредитный рейтинг АКРА объясняет среднюю оценку операционного риск-профиля, которая в свою очередь определяется высокой вертикальной интеграцией при низких оценках продуктовой диверсификации и доли продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящий момент АКРА оценивает триночные позиции компании как средние, однако обращает внимание на тенденции к их усилению, что в будущем может привести к улучшению оценки факторов и повышению рейтинга. Это нашло отражение в позитивном прогнозе по кредитному рейтингу компании. Агентство сохраняет средние оценки доступности и диверсификации рынков сбыта и подверженности климатическим рискам. Корпоративное управление компании оценивается на умеренно высоком уровне. По поводу долговой нагрузки, рейтинговое агентство АКРА оценило уровень долговой нагрузки компании как низкий. Общий долг компании в 2021 году вырос, однако агентство ожидает постепенное снижение размера общего долга в 2022 году на 10-20%. Долг практически полностью наберенирован в рублях, какая-либо концентрация в крупнейших кредиторах отсутствует. Другими словами, долговая нагрузка компании на довольно-таки приемлемом уровне здесь придраться не к чему. Подводя итоги обзора, напомним, что ситуация в геополитике до сих пор обостренная, поэтому следует быть крайне избирательными в отношении облигаций. На наш субъективный взгляд, облигации имитента даже в текущее непростое время можно рассматривать под вложение. Если отчет по 9 месяцев 2022 года сохранит позитивную динамику роста экономических показателей, то это лишь укрепит уровень текущего инвестиционного доверия компании, по крайней мере пока что. На самом деле добавить здесь даже больше нечего. Напомним, что наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвестиционном портфеле выделять более 3 или 5% от капитала на более стабильные активы и от 1 до 2% на более рисковые активы. Также помните, что главное это сохранить риск менеджмент и следить за новостями и отчетами об имитентах, держателями облигаций которых вы и являетесь. Таким образом можно нивелировать многие риски. На этом на сегодня у меня все. Напомню, что ссылки на все наши медиаресурсы находятся под каждым видеороликом. Под первым пунктом телеграм-канала, посвященный акциям, облигациям, сыровим рынкам и банковскому сектору. Во втором и третьем пункте наша группа ВКонтакте и Яндекс.Дзен, куда дублируются все материалы из телеграма. И в четвертом пункте наш канал на Рутюб. Вся информация в первую очередь публикуется именно там, после чего попадает на Ютуб.